Эпическая сага «Атака Титанов» Эпическая сага «Атака Титанов» И даже оркестровые каверы по всему миру Не говоря уже о гостевых появлениях в «Симпсонах» И марвеловском комиксе «Мстители» Чем же «Атака Титанов» покорила мир? Как в ней уживаются мощь Годзиллы и психологизм Гои? А военный хоррор о сироте, который противостоит ужасающим захватчикам Достигает масштаба философского высказывания в духе «Игры престолов» И почему «Атака Титанов» не просто значимое аниме Но главный сериал мира прямо сейчас Обо всем этом в нашем видеоэссе Главные герои «Атака Титанов» вовсе не безмозглые, плотоядные исполины без гениталий А трое друзей детства Эрен Йегер Армин Арлерт И Микаса Акерман Росли в городке Сигансино Любовались небом Мечтали, что побывают на море Мир, в котором они живут, напоминает Европу начала 19 века, но с одним отличием Вот уже сто лет люди прячутся от загадочных плотоядных титанов за тремя стенами Каждая высотой в 50 метров Сюжет сериала стартует с внезапного нападения исполинов на приграничный город Среди жертв – мать десятилетнего Эрена И после ее гибели юный герой вместе с друзьями записывается в армию, чтобы воевать с титанами По материнской линии атака титанов – суровая военная драма Этот жанр заменяет Эрену и его ровесникам опыт первой любви и последнего лета детства Жестокие битвы с титанами перемежаются с ценами повседневной жизни, в которой радости тоже мало Люди враждуют, голодают, болеют, умирают А социальное расслоение и нехватка ресурсов бьют по жителям не меньше, чем атаки титанов О том, что даже последние люди на земле неравны, напоминают три ряда стен Чем ближе к замку короля и центру, тем больше привилегий На первых порах атака титанов увлекает нарастающим саспенсом И оголённым нервом Речь не только про эмоции Эрена, который теряет близких И впервые видит в экстремальной близости исполинские челюсти Это и ужас бывалых разведчиков, на глазах которых не раз пожирали товарищи Создатели атаки титанов не стесняются графического насилия и шок-контента Они не отводят взгляд от необыкновенной жестокости, даже прибегают к эстетике безобразного, чтобы страдания жертв глубже въедались в зрительский опыт Не меньше пугают сами титаны Крохотные или достигающие 20 метров, похожие на людей, но наделённые порой жуткими деформациями Их природа кажется полностью иррациональной У титанов нет гениталий А съеденных людей они вскоре отрыгивают, чтобы освободить желудок для новых Их жестокость подобна непосредственности, с которой дети убивают насекомых Хрупкость человеческой жизни подтверждает и сюжет От смерти не застраховано большинство персонажей Именно беспокойство за любимых героев поначалу приковывает к истории Один из самых запоминающихся эпизодов второго сезона – гибель человека, которого раздирают на части титаны Он плачет и молит о пощаде, нарушая стереотип о героической смерти воина, которая приходит в гордой тишине Не сама кровавая сцена и графическая гибель Но одинокий голос человека и то, как это показано, производит оглушительный эффект С первых минут в сериале много неожиданных острых ракурсов, которые подчеркивают разность масштабов Большой Эрен и маленькая травинка Юркие люди и массивы домов Грозная тень титана и замерзшая толпа Гладь неба пересекают птицы, которые в японской традиции сулят погибель Смерть неподвижна, на неё авторы взирают с бесстрастностью титанов А жизнь хрупка и быстротечна Но не сдаётся без боя В анимации студии УИД, которая делала первые три сезона «Атаки титанов», это особенно заметно Их работу полюбили за чёткий рисунок с нетипично толстыми контурами и заметным разграничением света, тени и полутени Ради такого качества «Атака титанов», как и большинство аниме-сериалов, жертвуют непосредственно анимацией Многие кадры статичны, а динамику им придаёт линейное движение, камеры по листу Статика изображения создаёт эффект гравюры или памятника Обездвиженные кадры подчёркивают тяжесть местной жизни Ужас и скорбь, которые сопровождают тех, кто вышел за стену и потерял товарищей Во многих сценах, например, когда из-за стены возвращается Разведкорпус, кадры скорее озвучены, чем анимированы Режиссёр Тецуру Араки перенёс из тетради смерти любовь к загробному хоровому пению А также много внимания уделил звуку вообще, как бы компенсируя визуальную скупость эффектом радиоспектакля Однако у Саспенса в «Атаке титанов» много и других союзников И в нужные моменты создатели переходят к стремительному экшену Титаны, несмотря на габариты, ребята очень и очень резвы Все бои в сериале крайне динамичны Не в последнюю очередь потому, что люди передвигаются на специальных скоростных лошадях Или при помощи устройства пространственного маневрирования Которая позволяет летать с дерева на дерево или с крыши на крышу Только в полёте бойцы могут подобраться к затылку Титана Где находится единственное уязвимое место чудовища Хотя перерезать ахилл тоже действенно От поединка в полёте захватывает дух Камера мечется вместе с разведчиками, показывая события из самого пекла Во время полёта она может давать вид от первого лица Следить за героями со спины Сбоку Или с земли, изменяя скорость и ритм сцены Эффектнее только вихрь, когда разведчики в бою прокручиваются вокруг своей оси Ветер, кстати, главная звезда второго плана В мирное время он гоняет массивы облаков И играет с листвой Перед вторжением создаёт напряжённую паузу В пылу боя помогает имитировать передышку А во время экшн-сцен вместе с дымом передаёт масштабы катастрофы И помогает следить, где же сейчас самое пекло Облака пыли и дыма сопровождают Титанов постоянно, как президентский кортеж А грохот их шагов заставляет камеру дрожать В бою ветер свищет в ушах разведчиков Линии по краям кадра симулируют динамику И помогают зрителям хоть как-то ориентироваться в пространстве Подобен ветру и крик, который врывается из человеческих или титановых лёгких Ни одна операция не обходится и без громогласных команд Или криков отчаяния Даже когда исполины дерутся между собой, а бывает и такое Камера не забывает разбавлять саму схватку Общими планами помогающими ориентироваться в пространстве И более крупными, чтобы за драйвом боя не потерялись психологическое состояние героев И разрушительные последствия войны Не брезгуют аниме и рапидами Самые драматичные сцены только из них и состоят Слоумо помогает Араке подчеркнуть, насколько высоки ставки Выстроить темпо-ритм И сделать акцент на решающих моментах Мизансцены атаки титанов очень выразительны Зачастую место действия показано до и после сражения И это два совершенно разных пейзажа Атака титанов больше опирается на живописные традиции, чем на сериальные Хотя и без поп-культуры не обошлось В повествовании и дизайнерских решениях нетрудно заметить влияние мифологии В первую очередь скандинавской Отсылают к ней, например, мировое древо Игдрасиль И замок Утгард Так в легендах называли город ледяных великанов Кстати, имя первого Йотуна – Имер Оно неоднократно возникает в сериале А Эрен в какой-то момент на время как будто превращается в одноглазого Одина Крестным отцом анимационных титанов считается Франсиска Гоя Чьи картины «Сатурн. Пожирающий сына» и «Паника» или «Колосс» Действительно вызывают те же эмоции, что и создание Исайамы К тому же магистральная для творчества Гои Тема противостояния народа и государства захватчика Как раз то, что создатель манги исследует в своем произведении Особенно в финальных томах Нельзя не вспомнить и японское ноу-хау жанр кайдзю эйга Чьим ярчайшим представителем являются фильмы о Годзилле Еще одном исполении, который наводил ужас на все человечество Также очевидные параллели с мехой Подростки пытаются противостоять врагам с помощью гигантских На этот раз не роботов, а титанов Впрочем, в интервью Исайама от большинства сравнений открещивается Но это не мешает зрителям рассматривать атаку титанов Через призму зомби-апокалиптики, вроде «Ходячих мертвецов» Слишком очевидно сходство массы бездумных титанов с зомби Другие жанровые референсы Жестокая многофигурная фэнтези, прежде всего игра престолов И боди-хоррор, с которым сериал роднят многочисленные метаморфозы Претерпеваемые телами гигантов и людей Кого Исайама охотно называет среди идейных вдохновителей Так это Алана Мура с его хранителями И видеоигру «Mav Love Alternative» В них средствами разных медиумов показано, как люди ведут себя перед лицом глобальной опасности По Муру только страх могущественного внешнего врага сможет примирить сверхдержавы А в «Mav Love» люди продолжают враждовать даже после инопланетного вторжения Чтобы заострить жуткое свойство истории ходить по кругу Мангак использовал аллюзии на реальные события Например, японский период изоляции Сококу Напоминающий жизнь человечества внутри стены И ряд ужасающих страниц 20 века Вроде сражений Первой мировой войны И бомбардировок Японии в конце Второй мировой Тут есть свои версии Хиросимы и Нагасаки Пёрл-Харбора И Холокоста Их включение в фантастический сюжет Делает сагу про титанов и людей вечно актуальной Ведь отравляющий эффект войны, власти и социального неравенства К сожалению, вряд ли можно изжить По крайней мере, пока существует человечество Если драма, боль и ужас, можно сказать, закреплены за материнской линией То по отцовской атака титанов настоящий детектив Череда тайн В каждом новом эпизоде сериал обманывает наши ожидания И ретроспективно переворачивает то, как мы воспринимали события первых сезонов Начинается всё с одной тайны Загадки титанов Откуда они взялись и что им нужно Когда Эрн обнаруживает у себя дар превращаться в титана Вопросов становится только больше А план истребить всех гигантов явно откладывается Крюч к этой тайне показывают в первой серии Доктор Гриша Егер, который уехал по делам незадолго до нападения титанов, обещает сыну экскурсию по подвалу, где он готовит лекарства. Именно подвал открывает Эрену и его друзьям удивительный новый мир. Оказывается, что люди внутри стены на самом деле живут на острове. Он называется Парадис, а через океан от него целый материк, ушедший в технологическом развитии на сто лет вперед. Когда-то островные жители, эльдийцы, были великой державой, но потеряли могущество и закрылись на острове. Власть перешла к Марлийской империи, которая враждебно настроена к бывшим угнетателям, и тех, кто не успел уехать, держит в гетто. А некоторых превращают в неразумных титанов и пытаются с их помощью уничтожить Парадис. Показательно, что ни одна из сторон уже не помнит, кто начал конфликт. А ненависть к чужакам просто воспроизводит саму себя. И таких продуманных деталей и чеховских ружей в сериале еще очень много. Например, во втором сезоне герои находят консервы с надписями на незнакомом языке, и это знак, что мир, возможно, шире, чем нам показывают. А на то, что Райнер заодно с «Женщиной-титаном» указывает короткий момент в битве, когда он снимает капюшон, чтобы она узнала его и не убивала. Фирменные сюжетные твисты Ходзима и Саямы подобны смене крупности. Он то позволяет рассмотреть чью-то судьбу подробнее, то переключается на общий план. И мы вдруг обнаруживаем, что мир «Титанов» вовсе не такой, как им еще недавно казался. Мрачная постапокалиптическая фэнтези первых сезонов уходит с территории мифических сюжетов и борьбы добра со злом и превращается в политическое высказывание о расчеловечивании врага и о том, что насилие приводит только к большему насилию. Постепенно вместо архетипических героев и их прекраснодушных целей на первый план выходит деятельность пропагандистской машины и взросшенные ею социальные установки. Как и авторы сериала, ключевые персонажи ловко манипулируют взглядом товарищей и оппонентов, позволяя им увидеть лишь часть картины. В четвертом сезоне, который делает уже студия «Мапа», это зафиксировано художественно. Одна и та же сцена в конце серии и начале следующих показана с разных ракурсов, без единого общего кадра. В какой-то момент сага начинает проверять на прочность идею пацифизма, находя поводы для конфронтации и мести в прошлом как отдельных персонажей, так и целых народов, переживших нападение исполинов. Авторы манги Ходзима и Саяму даже обвиняли в милитаризме и в том, что атака титанов в каком-то смысле – оправдание, войны и тоски по былому имперскому величию. Особенно хорошо этот мотив прослеживается в персонажной арке главного героя Эрена Йегера и в его эволюции из протагониста в антагониста. Поначалу юный Йегер выглядит как типичный герой Сёнэна – динамичных аниме и манги для подростков. Неприметный, но с обостренным чувством справедливости и невероятно упорный. Он жадно впитывает не только армейские навыки, но и науку жизни, перенимая максималистские представления о чести от старших товарищей. Доведенное до абсолюта стремление Эрена защитить дом и друзей любой ценой, превращает юношу в монстра, грязящего об уничтожении человечества. Он не желает перекладывать на близких ответственность и в итоге жертвует человечностью ради переустройства мира. Мораль атаки Титанов простая и пугающая. Уверенный в своей правоте Эрон считает, что враг должен быть истреблён без остатка, и герой постепенно становится злодеем. Или, на что указывают флешбеки, он всегда им и был. Признаки будущего переворота обильно разбросаны по ранним сериям. То, что поначалу кажется привычной историей добра с кулаками, в итоге лихо обманывает зрительские ожидания и заставляет пересмотреть нашу терпимость к экранному насилию. Путь Эрена Йегера сходен с персонажной аркой Дейенерис Таргариен из «Игры престолов». Только его эволюция прописана более скрупулёзно и внятно. Такая смелость в сюжетных и жанровых решениях делает атаку Титанов произведением если не этапным, то самобытным. Она не только расшатывает стандартные представления о драматургии или возможностях анимационного экшена, но в очередной раз доказывает, что аниме как жанр способен создать выдающееся произведение для любого, даже самого пристрастного зрителя. А ещё заставляет сомневаться, действительно ли мы положительные герои в своих историях. Или нам просто удобнее и спокойнее жить, не зная всей правды о себе. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова